ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. И наш эксперт сегодня, Сергей Суслов, уже 8 лет развивает социальные проекты, например, такие, как Клуб ветеранов старшее поколение. Мы были удивлены популярностью этого клуба и решили узнать, в чем же феномен, почему такая высокая посещаемость, почему мероприятия, вот на декабре уже, да, около 44 мероприятий. Серёша, скажи тебе слово, сколько человек в клубе состоит, почему они приходят, почему остаются? Ну, сейчас в клубе состоит более 11 тысяч человек. В городе Киров в этом клубе состоит около 7 тысяч человек. Мероприятия проходят на ежедневной основе уже на протяжении 4 лет. А как ты думаешь, почему клуб так популярен? Почему приходят пенсионеры? Почему они остаются? Ну, во-первых, потому что у нас очень много различных направлений. Если вообще их все считать, то это около 20 направлений. Но я их ещё объединяю в группы. То есть, если выделить группы, то это группа по здоровому образу жизни, это группа творческая, это историко-культурная группа и группа, так сказать, образовательная. Ну, если, например, брать примеры, то образовательная, например, смартфонная грамотность, финансовая грамотность. Если берём историко-культурную, то это экскурсии по городу, экскурсии в музей города Кирова. Если берём, например, творческую, то, например, на той неделе у нас было мероприятие по созданию народной куклы. Мы делали там куклу-мамушку, которая несёт семейные ценности в дом, так сказать, хорошее настроение. Ну, и тоже её могут использовать для того, чтобы в семье появился ребёнок долгожданный, например. То есть, не просто там они делают эту куклу, то есть, они знакомятся с историей возникновения и создают. Это прекрасный, так сказать, шедевр народного искусства. А группа объединённая ЗОЖ, чем занимается она? Вот, по направлению ЗОЖ у нас самое популярное направление – это йога. Она у нас самая популярная направление. Если раньше было только одно занятие по йоге в месяц, то есть, по йоге в неделю, то сейчас уже три йоги в неделю у нас. По фитнесу, по аэробике. Также мы относим к ЗОЖ занятия по ЗОЖ от наших лекторов. Например, мы сотрудничаем с Кировской государственной медицинской академией, ну или Кировским государственным медицинским университетом сейчас называют. Там есть такое прекрасное движение, как волонтёры-медики. Мы с ними уже долгое время сотрудничаем, они к нам приходят, рассказывают по различным направлениям. Ну, бывает такое, что они сами предлагают тему, а бывает такое, что я опрашиваю членов нашего клуба, они предлагают, что им интересно узнать. Я уже говорю волонтёрам, они приходят с этой тематикой. Ну, то есть, они говорят о профилактике, да, чего-то, и правильное питание, наверное, да, то есть, какие-то такие моменты. Здесь просто безгранично. У нас уже проходят лекции по здоровому образу жизни на протяжении трёх лет, то есть, за эти три года, ну, примерно в месяц бывает либо одна, либо две лекции. То есть, мы касались всего от, не знаю, от профилактики гриппа и заканчивая там различными новообразованиями, ракомолочной железы и так далее. Ну, это эксперты, да, квалифицированные всё равно на эти темы рассуждают. Приходят обычно студенты шестого курса медицинского университета, то есть, выпускники. А у волонтёров-медиков, у них уже есть свои собственные программы разработанные, с которыми они ходят и делятся с населением, поэтому тоже я приглашаю. Интересно, такая высокая численность, да, то есть, всё равно состав клуба, он постоянный, да, то есть, вот кто вступил в него, он продолжает посещать, да. А есть ли какие-то у тебя реальные истории, как изменилась жизнь людей, которые стали участниками клуба? Ну, конечно, раз так много людей, таких историй у меня количество очень большое. Ну, вот, например, буду называть просто имя и отчество девушек из моего клуба. Я их называю девушками, им это очень нравится, они всегда с радостью приветствуют. Такие, да, такие обращения к ним, да. Но я считаю девушкой, потому что столько активностей, сколько они проявляют на занятиях клуба, ну, не каждый молодой человек себе позволит. Они вообще молодцы в этом направлении. Например, возьмём такую участницу клуба, как Татьяна Анатольевна. Она к нам ходила в клуб, всегда была такой жизнерадостной, всегда посещала занятия, и в один прекрасный день решила, говорит, почему мне не поделиться своими вот этими навыками, как я себя умею так вести, не ходить, не расстраиваться из-за всего на свете, а просто всегда улыбаться и решать любые проблемы, только с оптимизмом. И мы решили ввести занятия от неё. То есть она стала проводить два раза в месяц занятия как раз по направлению такого... Позитивного мышления. Позитивного, можно сказать, мышления, да. Приходит, общается, и я вот вижу, как люди, которые приходят к нам на занятия, они становятся реально счастливее и хотят выглядеть так же, как она, вести себя так же, как она, и просто улыбаться. И в клубе, кстати, Татьяна Анатольевна стала старостой, и поэтому сейчас, так сказать, она лицо клуба. Поэтому видят, как она выглядит, как она себя ведёт, как она себя позиционирует в этом мире, все стремятся быть похожими на недю. Далее. Вот есть у нас, например, клиентка, ну, участница нашего клуба Галина Павловна. Она раньше была такой вообще закрытой женщиной, приходила, занималась, уходила, то есть мало общалась. Потом мы с ней стали всё больше и больше общаться. Сейчас она уже с удовольствием приходит заранее на мероприятия и уходит позднее всех. Также она стала у нас фотографом в клубе. То есть раньше у неё был обычный телефон, ну, как говорят, знаете, простая звонилка, только чтобы звонить и смс-ки отправлять. Сейчас она купила себе смартфон. У нас есть смартфон на грамотность, мы могли ей правильно выбрать телефон. Она купила себе смартфон, и теперь она стала фотографом в клубе. Потрясающе. Снимание на телефон. То есть на любых мероприятиях, да, она фотографирует, всё делает идеально и сфотографирует меня с участниками клуба, да, как они ходят на мероприятия, как они ходят по мероприятию. То есть она всегда всё сделает в лучшем виде, отправит куда нужно, да, и даже поможет написать какую-то статью. Дальше. Есть у нас такие участники клуба, которые посетили уже более трёхсот мероприятий. Представляете? Более трёхсот. А так у нас уже прошло более, ну, полутора тысяч мероприятий. Ну, то есть, сами понимаете, количество огромное. И представьте, человек, который посетил 300 мероприятий, то есть у него просто жизненные принципы, можно сказать, изменились. Изменились уже, да. Да, если вот этот человек был, я видел, он был такой, то сейчас через 300 мероприятий он стал абсолютно другой. Он постоянно куда-то ездит. Ездит... Раньше, если он ездил только с семьёй на отдых, то сейчас эта девушка взяла и поехала с подругами. Нашла подруг в клубе и поехала с ними вместе на отдых на юг. Ну, то есть, становятся постоянные участники клуба, более лёгкими на подъём, да? Более такими контактными... Ну, они становятся просто, да, с очень активными и позитивными людьми. Ещё хороший пример. Это у нас девушка появилась в клубе, стала ходить на занятия и сказала, что она занимается восточными танцами. И также она сказала, что она серебряный волонтёр. Мы решили, что почему бы не открыть направление восточной танцы. Она стала этим заниматься, набрала группу. Сейчас у неё уже есть свой коллектив, который называется «Старшее поколение», с которым она выступает на мероприятиях города. Уже не одно благодарственное письмо получает. С удовольствием приходит, мне показывает, говорит, вот, Сергей, вот у нас опять новое благодарственное письмо. Мы там выступили, тут выступили, там выступили. То есть у неё уже появилась и команда, и коллектив, и друзья, и своё, так сказать, место в жизни. То есть она вот преподаёт восточные танцы, и очень всем нравится с ней заниматься, нашим участникам клуба «Старшее поколение». Друзья, я напоминаю, что у нас в студии Сергей Суслов, куратор социального направления «Старшее поколение», и мы сегодня говорим о том, как объединение людей меняет их образ жизни и повышает качество этой самой жизни. Сергей, мероприятий очень много. Легко ли найти специалистов, тренеров, тех, кто ведёт эти мастер-классы, да, тех, кто ведёт занятия, как здесь происходит работа? Ну, конечно, специалистов и тренеров найти не так просто, потому что найти человека, который будет, допустим, на постоянной основе преподавать, а у нас все мероприятия для всех участников клуба, они все бесплатные, то есть люди ходят и, так сказать, никаких ресурсов, только платят за проезд, можно сказать. А если ещё живут рядом с нашим местом, с локацией, где проходят мероприятия, то вообще идеально. Поэтому, конечно, сложно найти. Большую часть нагрузки я беру на себя. Ну, такие направления, как там компьютерная грамотность, финансовая грамотность, смартфонная грамотность, на самом деле это уже очень много объединяет. Тем более сейчас в тренде у нас это смартфонная грамотность. То есть вот сегодня с утра у нас была смартфонная грамотность, мы изучали магазин приложений Play Market, то есть у нас есть, ну, как сказать, аудитория, то есть она заполняется полностью. То есть полностью люди приходят, заполняют и учатся. Был мастер-класс по фотографии, например, у нас есть такое направление, я тоже его провожу. Там, например, как правильно фотографировать на смартфон, как создавать коллажи и так далее. То есть всегда людей очень много. А так на меня часто сами выходят тренеры с таким желанием провести какое-то мероприятие. Например, так у меня появился человек, который проводил лекции по здоровому образу жизни. Это тоже студентка-выпускница медицинской академии. Так у меня появился человек, который проводил йогу в клубе на протяжении нескольких месяцев. Так у меня появились люди, которые проводили аэробику. Также проводили различные мастер-классы. Вот, например, даже мастер-класс по народной кукле. На меня тоже человек вышел, увидев то, что я выкладываю, например, где-то в социальных сетях информацию, что у нас вот такие проходят мероприятия. Ну, а вас узнают в основном в социальных сетях, получается, да? Я думаю, что еще сарафанное радио, потому что в городе о вас так слышат достаточно довольно громко. Ну, естественно, когда, например, к тебе каждый день проходит, ну, минимум 40 человек, и эти 40 человек с этой информацией идут в город. Наши любимые старшие поколения постоянно общаются со своими детьми, с внуками, с подругами. Конечно, они говорят, что им очень понравилось, и они много узнали. Я уже знаю, что, например, в соцсети ко мне заходит дочь одной женщины и говорит, посмотри, мама, как там все круто проводят время. Что ты сидишь дома? Я давай-ка тоже туда направляюсь. И уже дети сами направляют своих родителей в клуб старшего поколения, чтобы они занимались интересными, нашли, да, и были чем-то заняты, увлечены. Да, то есть реально люди становятся счастливы, когда ходят на мероприятия. Ну, также много у нас информации распространяется на мероприятиях городских. Например, в ближайшее время появится, ну, будет мероприятие новогоднее у городского совета ветеранов. Мы с удовольствием там примем участие, расскажем про наш проект и пригласим новых членов клуба на занятия. Еще бывают такие вопросы возникают, как можно всех там, все 7 тысяч человек объединить, чтобы они все получили все, что вот они хотят. На самом деле, это просто кажется сначала, что, допустим, ну, например, мероприятие там смартфонная грамотность, там можно отвоить из 20 человек. Хорошо. Ну, желающих же может быть больше. Во-первых, у нас все мероприятия, они повторяются. Ну, например, если есть курс по смартфонной грамотности, там от и до, да, от выбора смартфона и до умения им обращаться, ну, например, как заикситься в электронной почте, как пользоваться мессенджерами, там, WhatsApp, Telegram и Viber и так далее. То есть они от месяца к месяцу повторяются. Если, например, человек не успел записаться, он все равно сходит. Также компьютерная грамотность, потому что у нас компьютерная грамотность идет от устройства компьютера, управления компьютеров и заканчиваться там мультимедийными сайтами. То есть тоже можно людям прийти и записаться. Финансовая грамотность у нас все началось с финансовой грамотности. Тут уже тоже более 25 тем, и они постоянно тоже повторяются. Есть и это творческие мастер-классы, я тоже, например, с удовольствием их повторяю. Вот у нас есть творческий мастер-класс, он называется «Искусство завязывания платков, палантинов и шарфов». Мы приглашаем мастерицу, которая учит красиво делать узлы на этих объектах. То есть у нас уже прошло порядка, не знаю, 7-8 таких курсов. Сначала было много, потом меньше. А соревнований спортивных нет еще среди участников группы? Соревнований спортивных нет. Спортивных нет. У нас есть только одно соревнование. Это насколько ты занятий посетишь за месяц, например. То есть у нас есть те, которые прямо на все сходят, есть те, которые сходят только на некоторые и так далее. Поэтому вот приходят, говорят, что это вчера не было. Другая отвечает, ну так вот, ездила по делам, ай-яй-яй и так далее. То есть вот они этим уже немножко соревнуются, кто чаще ходит на занятия. Ну то есть ходят достаточно регулярно, как на работу, да? Каждый день, получается, какие-то мероприятия проводятся? Да. То есть они берут, у них есть расписание. То есть я создаю на каждый месяц расписание, где там написано место, время, все. Они и по этому расписанию, можно сказать, живут. То есть хоба. Сходили заодно там до аптеки, сходили там в продуктовый магазин и заодно сходили на занятия клуба старшего поколения и позанимались. Вот завтра у нас, например, с утра будет в 9 утра йога. То есть они позанимаются йогой, потом пойдут по своим делам. В 2 часа у нас будет мастер-класс, будем делать декоративный подсвечник под свечу. Потом у нас будут в 15-30 восточные танцы и уже, можно сказать, в 5 часов они только придут домой. Ну то есть полностью весь день расписан, да? Да. Да. То есть примерно 3-2 занятия в день это для нас нормально. Сергей, у меня еще последний вопрос. Программа подходит к концу. Я хотел спросить, как лично твоя жизнь изменилась вот с этим проектом, да? Потому что все равно они же на тебя равняются, ты для них лидер, да? Ты организатор этого движения. Как-то ты к себе стал строже относиться или что вот изменилось в твоей жизни? Ну моя жизнь, она реально изменилась, потому что я на протяжении 4-х лет каждый день встречаюсь со старшим поколением. Все могут подумать, что я, может быть, стал какой-то грустный там или еще что-то. На самом деле я, наоборот, научился общаться с людьми всех возрастов. Помимо того, что у меня есть проект старшего поколения, у меня есть проект финансовая грамотность, в котором я хожу в школы и университеты города и области. То есть я, если раньше, как вообще, я раньше общался с старшим поколением. Например, подходит ко мне, ну где-то я оказываюсь, ну допустим, с определенной бабушкой, да? На мероприятии еще где-то. То есть можно так вот пообщаться с ним, но это будет все равно дистанцировано. То есть здравствуйте, как у вас дела? Просто из вежливости. Вот само удовольствие от общения ты не получаешь. Ну как такового. Ну ты не думаешь даже об этом. То сейчас, например, когда у нас заканчивается какое-то мероприятие, например, вот у нас закончилась выставка в диораме. Мы выходим. И вместо того, чтобы там уже сразу все, до свидания, девушки, я пошел, я такой еще с ними пройдусь, метров 50-100 еще пообщаюсь, мне хочется продолжать общение. И также я начал понимать, чем у нас, собственно, наше старшее поколение в Кирове и в области живет, какие проблемы. И уже те мероприятия, которые я создаю в будущем, я уже ориентируюсь, что они ждут. Ориентированные, получается, да. То есть нет такого, что, как у нас бывает по социальным проектам, я вот ими давно занимаюсь, люди, например, соберутся и решат создать социальный проект, направленный там, например, на образование, ну, на компьютерную грамотность среди пенсионеров. Проведут 8 уроков, девушки, пенсионеры, да, придут, допустим, мужчины, пенсионеры придут, позанимаются эти 8 уроков. Но за 8 уроков они, может быть, что-то усвоят, но не все. Это то же самое, когда вот люди учатся ездить на машине, да. У кого-то с первого раза получается, кто-то долго этому учится, кто-то так и не может научиться. Здесь то же самое. Вот как у некоторых людей есть страх там, да, перед тем, как сесть в машину и поехать. Вот такой же страх у старшего поколения к каким-то гаджетам современным, смартфонам, компьютерам. То есть постепенное, да, повторение, возвращение к каким-то темам, да. Да, они должны просто чувствовать себя как дома. Друзья, я напоминаю, что у нас в студии был Сергей Суслов, это наш эксперт сегодняшний. Он является куратором направления старшего поколения. Спасибо, Сергей, за интересный разговор. Спасибо за приглашение. Всегда рад общаться с вами, видеться. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова